Эти добрые люди Эти добрые люди А затем простил и наградил орденом святого Иоанна Иерусалимского Англичане же, уже после победы над Монапартом Пронесли его на руках чуть ли не через весь Лондон Атаман Матвей Платов У нас в гостях историк Александр Смирнов и Виктор Безотосный Здравствуйте! Виктор Безотосный Выпускник исторического факультета Московского государственного университета Кандидат исторических наук Заведующий отделом Государственного исторического музея Автор книг и публикаций по истории войны 1812 года Руководитель коллектива авторов энциклопедии Отечественная война 1812 года Александр Смирнов Главный научный сотрудник Государственного исторического музея Автор научных публикаций книг по истории Отечественной войны 1812 года В том числе краткого терминологического словаря По артиллерии начала 19 века В отличие от регулярных частей Которые должны наступать в строго определенном порядке Придерживаться определенного строя Определенных правил ведения боя Казаки этого не придерживались Они использовали степную тактику Наследованную еще от предков И с этой точки зрения Допустим сражения с французами Были для французов неожиданны Они не были знакомы с такой тактикой Не приспособлены были Плюс ко всему Именно казачья конница Она действительно была легкой конницей В прямом и в переносном смысле Потому что казачьи полки не имели колесных обозов Любой кавалерийский полк русской армии Он обоз имел А казаки не имели Роль обоза выполнял так называемый Каждый казак шел о двух конь Была еще вторая вьючная лошадь Помимо строевой И как правило Все что вот Там возилось Грубо говоря В колесном обозе Исполнило вторую роль Принцип был Все свое ношу с собой Да-да-да-да И это действительно легкая кавалерия была Которая была очень мобильна и подвижна Могла проходить там по 50 И более километров в сутки Плюс ко всему Начальство, скажем так, армейское Никогда не заботилось Что казак будет есть А оно было полной уверенности Что он сам найдет Где что Взяли Что и было Да, что и было В общем-то И всегда смотрел вот так вот Сквозь пальцы Что делали казаки Потому что, ну, что с них взять Матвей Иванович Сделался великим Платовым Не сразу А участвуя в огромном количестве баталий При Суворове При подавлении различных Там бунтов В том числе Пугачевского в частности Ну, с Платовым конфликт То есть, с Павлом конфликт Это мы позже коснемся Но Военачальник в казачьем подразделении Это вот та тема Которую нужно раскрыть Перед тем, как Говорить о личности На Дону сложилась так называемая Социальная прослойка Казачья старшина Эта прослойка Ну, насчитывала 30-50 родов И, собственно говоря Поставляла высший командный состав Войска Ну, отец его был как раз Вот Да, отец был Сначала он был простым казаком Но потом он сделал Очень хорошую карьеру Был полковником Командиром полка Близким человеком К атаману Ефремову А атаман Ефремов тогда Вот там В середине 18-го столетия Был один из самых богатых людей На Дону А потом Платов, кстати Женился на его дочери Первым браком Был женат на его дочери То есть не то Не все так просто было Вот Но, тем не менее Именно из этой прослойки Вот как бы Эта прослойка Воспроизводила Командный состав Войска Донского И Начинали Служить Очень рано Ну, вот Известно, что Платов Родился 8-го августа 1753-го года А в 13 лет он уже был записан На службу в войсковую канцелярию С одной стороны Значит Ну, он получил Азы образования Умел писать и считать Вот Хотя вот Его потом друг по несчастью В Костромской ссылке Ермолов писал Что он говорил Со знаками запитания Говорил со знаками запинания А писал безонных То есть Ну, образование, конечно, было Ну, для того времени Это было вполне достаточно На самом деле Воспитывало Как бы Поле Воспитывало Жизнь боевая И вот Он с ранних лет Начал Как бы Приобщаться И участвовал В походах В Крым При штурме Перекопа Командовал сотней Вот А, конечно Получил известность Такую Благодаря прессе Командуя полком На Кубанской линии Выдержав Как бы Атаку Превосходящих сил противника С двумя полками Хотя ему там было Где-то 19 лет Вот он Очень хорошо себя показал Сражение при Кололахе Был награжден Золотой медалью 30 червонцев Для ношения на груди И об этом Написала Санкт-Петербургские ведомости Газеты Санкт-Петербургские ведомости То есть О нем узнала Вся Россия Впервые Вот это был Такой вот толчок Который помог ему В дальнейшей карьере Уровня культуры Который, допустим Получал дворянин У донской элиты Донской старшины Конечно не было С другой стороны С другой стороны Ни одна война Фактически в 18 веке Без казачьих сабель и пик Не обходилась Это было очень важным Подспорьем Которому русская армия Привыкла И эффективно Использовала это все Но лишь В правлении Павла I Донские офицеры Были приравнены По штату И по рангу К офицерам Традиционная Да Традиционная армия То есть по штату Гусарских полков И их чины Были уравнены А до этого Допустим Войсковой полковник Командир полка Донского войска Ну это примерно 500 человек Он в лучшем случае Равнялся Приравнивался Неофициально К майору И вот когда Начали как бы Оценивать И давать чины То на Дону Родилась даже Такая поговорка Нашего полковника Майором сделали Потому что Когда переводили То давали чины И вообще Любой даже Начинающий офицер Получить армейский чин Считалось Очень хорошо То есть Награждали этим Армейским чином Войско Донское Возникло Во второй половине 16 века На нижнем и среднем Дону Из беглых крестьян С конца 16 века Донское казачье войско Несло охрану Южных границ России Размечалось На территории Области Войска Донского Область Войска Донского Административно-территориальная Единица В Российской империи Населенная Донскими казаками И управлявшаяся По особому положению С 1786 года Официально называлась Землей Войска Донского Центр Черкасск С 1806 года Новочеркасск Армейский чин Давал уже Право на дворянство И не вся Донская элита Имела Армейские чины Они продолжали Числиться старшинами И вот только При Павле Первом Это произошло Уравнение Вот мы подошли К Павлу Первому И Сразу скажем Что Был конфликт Который закончился Петропавловской крепостью С ссылкой Большими проблемами И На этой теме Хотелось бы Остановиться Поподробнее Собственно Почему это возникло И Какой тут якобы Был заговор И Донские казаки Какое тут имели отношение И был ли реально заговор Или просто интрига Но тем не менее Факт такой был Прежде всего Надо коснуться Личности Павла Первого И неудивительно Что это случилось Именно при Павле Первом Но мы знаем Что Павел Первый Когда вступил На Российский престол То он прежде всего Решил Коренным образом Изменить все В России По крайней мере Поломать то Что делала его мать И вот В этом отношении Он вступает Конечно В конфликт С той знатью С элитой Государства Которая сложилась При Екатерине Второй И Она начинает Создавать Павлу Такой Определенный Ореол Сумасшедшего Человека Неразумного Излишне Как говорится Взвинченного Сбалмошного Сбалмошного Неадекватного И начинает Не просто На словах Это Воплощать В жизнь А именно Начинает Практически Окружать Павла Такой атмосферой В которой Ему Видимо Трудно Было Сориентироваться Особенно В первые годы Во-первых Найти Среди Элиты Людей Которые бы Его поддерживали Ведь многие Будут вас Поддерживать Только потому Что от вас Им что-то Нужно Ради этого А потом В любой момент Могут вас же И подставить Вот Это одна сторона Теперь Когда Надо сориентироваться В обстановке Надо на кого-то Опираться Вот мы говорим Там пришел К власти И с ним Его команда Вот Такая команда Ее должен был Павел формировать Сам Свою команду А это не так просто Как мы знаем И вот в этот момент Естественно Что начинает Процветать Начинают процветать Дворцовые интриги Начинают Как говорится Группировки Окружающие Престол Воевать Друг с другом Как правило За занятие Того или иного места За той или иной Должности И вот В этой Ну скажем Мясорубке Может пострадать И человек Совершенно безвидный Но Который Кому-то Где-то Перебежал дорогу Или даже Может ее Перебежать Скажем так На всякие пожарные случаи Да Платов Был в тот момент Уже генерал-майор Это достаточно высокий Генерал-майор Он получил за штурм Измаила Как раз Из рук Можно сказать Суворов Дело в том Что Платов Очень тесно Был связан Всегда С С С Сильными Представителями Мира Сего Он во-первых Очень хороших Отношений Был генералом Долгорухим Крымским Потом Его Патронировал Карьеру Сам Потемкин Ну Суворов К этому Времени Уже Ушел Как бы Не играл Роли Такой Суворов Очень хорошо Написал Донесение Когда он Каждого генерала Представлял Или там Полковника Бригадира К награждению Он Донесение Платы Хорошо Написал Это тоже было Большое Платов Присутствовал На военном Совете Который Решал Штурмовать Измаил Или нет И он Поскольку Там Самым Младшим В Чине Начинал Он был Самым Младшим В Чине Бригадиром Он тогда Был Вот И Он Первым Подал голос За штурм Измаила И командовал Колонной Спеших Казаков Причем В колонне Шли его Родственники Там Один брат Погиб Другой Был ранен И колонна Одна из первых Зашла На стены Измаила Но Потом уже В последние годы Царствования Екатерины Он был Очень дружен С Зубовыми Братьями Валерьяном И Как бы Собственно говоря Один из Зубовых Его и взял В персидский поход 96-го года И откуда Собственно Ноги растут И Первоначально Его Как бы Арестовали За то что Он Не подал Рапорт Не прибыл На Дон Там много Всего Плюс ко всему И донские дела Тоже Играли роль Потому что Одним из соперников Его был Генерал-майор Орлов Вот как бы Сверстник Но он был Зятем Графа Денисова Человека Приближенного В то время Павлова Это речь О Войсковом Атаманстве Да Он был Реальным Претендентом В 96-м Году На вот Это 801-й год Как раз С Англией Отношения Плохие были И вот Как раз Он вызвал его Можно сказать Из ссылки Тут же Наградил его Мальтийским крестом И отправил Значит Походным Атаманом Но главным Атаманом Командовал Этим походом Его как бы Старый приятель Орлов Он уже был Полным генералом Генералом От кавалерии Но этим Походом В Индию Командовал Атаман Орлов Благо Что казаки Дошли Только еще Даже до своей Территории Как Случился переворот Да Случился переворот И Один из первых указов Александра I Был О возвращении Донских казачьих полков На дом Александр Его возвращает Повышает В звании Он становится Генерал-лейтенантом И Делает Все-таки Вот Войсковым Атаманом Атаман Куда Дело в том Что как раз В 801 году Умирает Орлов Внезапно Умирает После этого Похода Все-таки Перенапряжение Сил было Большое Потому что Жить при Павле Певлом Было очень сложно Каждый Это примерно Как в 37-й год Условно говоря Каждый ждал Что его могут Арестовать Отправить ссылку Отставить от службы Ну вот возможно Трудно сказать Как было дело Но и потом Как бы Самым реальным Претендентом Тогда как раз Остался уже На Дону Средиземного Генералитета Платов Ну 50 лет Было Возраст такой Для того времени Могли и стариком Назвать Могли конечно Да Ну не было Еще 50 лет Как бы Это такой возраст Срелый Скажем Да Да Очень Тогда жили Все-таки Поменьше И Он стал Как раз Атаманом Но благодаря Тому что Предыдущей службе Большому опыту И хорошим Связям в Петербурге Это безусловно Он Был человек Такой Как тогда Говорили Тактичный Умел Находить Общий язык Со многими Вроде бы Вот и Не образованный Вроде бы А тем не менее Тем не менее Сейчас бы сказали Коммуникабельный Да Коммуникабельный Абсолютно правильно Абсолютно правильно И он Был в очень хороших отношениях Со многими генералами Со многими Знатными людьми То есть И был знаком им Самое главное Ведь самая Важная Составляющая карьеры Это что Для военного человека Это чтобы Его знали Вот И по военным подвигам И лично Чтобы А он был вот Человек С которым умел Налаживать отношения Вот И поэтому Его и назначили Я думаю Потому что Александр Первый Безусловно Его не знал Самое главное Что он Он подтвердил Свою славу Как бы На полях Сражения Не только Вот В 18 веке Но и В 19 Случай Выдался Уже Такой В 807 году Война Это Как бы Забыто Неизвестно Когда Россия Воевала На территории Пруссии С Францией И там Платова Платова Он познакомился С будущим Английским Генералом Вильсоном Роберт Томас Вильсон Британский Генерал И дипломат В 1806-7 Годах Состоял Волонтером При русской армии Участвовал В основных Сражениях Польской Компании Против Наполеона В 1812 Приехал В Россию И во время Отечественной войны Состоял При главной Квартире Кутузова А затем При Александре Первом В качестве Представителя Английского Командования Участвовал В сражениях Под Малоярославцем Вязьме Красном Десао Дрездене Люцине Бауцине И Кульме За отличие В компании Был награжден Русским орденом Святого Георгия Третьей степени Он не только Писал Представления Английскому Правительству О том Что происходило В русской армии Но он писал И в газеты Английские И так С 1807-го Начинает Складываться Международное Реноме Платова О его Подвигах То есть Он не забывал Его Поэтому После 14-го Года Все что О нем Было известно В Англии Легло На благодарную Почву Безусловно На самом деле Еще в 12-м Году В 12-м году Вильсон Уже приехал В чине Генерала Представителем Русской армии В Тарутинский Лагерь И оттуда Тоже Начал писать И как раз Это тоже Имело Очень важное Значение Для популяризации Имени Платова Вот именно В европейских Кругах Во всяком случае В Англии В Англии Это Там Вильсон Очень много Писал Вообще Русской армии Но там Особое место Отводилось Всегда Писанию Казачества То есть Он питал Большое уважение Может быть Даже через Платова Да Он стал Очень симпатизировать Казачьим войскам Вообще Почему И попытки Были в Европе Подражание Создание Подобных И в Англии И в Англии Тоже Да Что такое Казачий полк Это вот там Несколько Станиц Когда команда Дается Собрать полк Срочно Вот эти Несколько Станиц Близко Близко Друг от друга Расположенных Они И составляют Полк Почему Каждый являлся Со своими лошадьми Со своим оружием В своем обмундировании В этом то и была Особенность казачества Почему государство Не заботилось Вот как Виктор Михайлович Сказал об их Прокорме Казак все Как говорится Не только Что имел Возил с собой Но он и готовил Сам себе И смену Молодежь Кто обучал Сами же казаки Обучали Свою будущее Смена Так что Здесь все происходило Как говорится В семейном кругу Родственные отношения Близкие были Друг с другом Так что Это все был Особый клан был Особый И это люди Которые Можно сказать Только их предки Были крепостными Когда-то Не было крепостных Ну бежали на дон Скажем так Как правило Не из крепостных Не будем Из беглых Не из беглых Из вольных Да Это вольные все Из вольных Да Ну часть из них Бежала Бежала Но они были Как правило Вольные люди Просто Трудно себе представить Как в степи Возникло бы Ну все таки Крепостное крестьянство Это лесо Лесо степь Лесо степь В лучшем случае А в степи Человек Который жил В общине В российской Крестьянской общине Он не выжил бы просто Там надо было Иметь навыки Военные навыки Это как правило Были люди Которые составляли Челядь Там боярина Ну то есть Знакомые С военным делом Вот Я хотел бы добавить Просто Александра Александровича По поводу Казачьих полков То что Во-первых В отличии Допустим От русской регулярной армии Попадали люди Случайно Из разных мест Там люди Как бы Одного возраста Примерно одного возраста Приходили в полк И каждый знал Что он придет И в этих станицах Будет говорить А как он служил Как он себя вел Во время боя Близкие связи Близкие связи И он еще боялся Не дай бог Что-нибудь Оступиться Не дай бог Показать себя С плохой стороны Потому что Это позор Будет ему Всему его роду И там Не было Случаев трусости Не было Случаев дезертирства В казачьих частях Именно поэтому Потому что Одностаничники Одностаничники Служили вместе Рядом с тобой Это всю жизнь На виду он будет Всю оставшуюся жизнь Семьи дружат Семьи вместе Живут рядом Все единое Это позже стало Более-менее знакомым Поселенные войска Потому что роману Тихий дон Ну да Примерно так Традиции сохранялись И поэтому Там нельзя было Показать себя Трусом в бою Нельзя было Не выручить товарища Потому что Это позор Падал на твою голову И эти моменты Они как бы Скрепляли Воинское братство Казаков Мелкие отряды казачьи Они произвели Впечатление на Наполеона И он попросил Личной встречи Чтобы Платов Был ему представлен Платов не хотел Он как бы считал Бонапартов Король шельм От злодея И там его называл И очень не любил его Но тут Ничего не сделаешь Александр I приказал Значит он Встретился Мало того Показал Наполеону Стрельбу из лука Сам стрелял Он действительно Любой донской Казак С детства умеет И очень хорошо Стрелять Из лука Его знаменитый Атаман Не захотел Платов Как раз В этот период Сложилась же оппозиция Александру I В дворянских кругах И на самом деле Многие считали Лидером оппозиции Как ни странно Мать Александра I Покойную императрицу Марию Федоровну А вот Платов С Марией Федоровной Очень дружил Часто Навещал ее Вот Она его Приглашала Дарила подарки Вот Как бы И он Ориентировался Конечно На консервативную Часть дворянства Которая В штыки Встретила Телезийский мир И Либеральную политику Александра I Направлен на Союз с Наполеоном Но это был Вынужденный союз Это понимали Очень многие Вот И рано или поздно Как бы Это должно было Произойти Поэтому Когда Военные действия Как бы Уже стали Явью Собственно говоря С 810 года Шла подготовка К войне И со стороны Франции И со стороны России Как мы Говорили Еще ранее Что война Не была Неожиданной Нет Безусловно Была подготовка И вот уже Как бы На западной границе Платов Был Поручен Так называемый Летучий Казачий корпус Первой западной армии Это сколько Пик Или сабель Как лучше Там по разному Постоянно Менялось Количество полков Но это Ну полк Считайте 500 сабель Атаманские Тысяча Сколько было Полков Ну порядка Там меньше Десяти тысяч На самом деле Было у него Меньше Десяти тысяч Вот Но дело в том Что он Присоединился Еще в летучий корпус Второй западной армии Ну больше Десяти тысяч У него было В тот момент Вот И когда Начались военные действия То Багратион А армия Багратиона Находилась рядом Попросил его Составить Арьергард Его боев И благодаря этому Во многом На самом деле Облегчило Ситуацию Багратиона Хотя Ситуация Для него Тоже Тяжелая Была Потому что Наступали На него С двух сторон Ему Надо было Отходить Еще Какие-то Поручения Приказы Фактического Лаграна Командующего Александра Первого Дурацкие Может быть С его точки зрения Которые Пока доходили Уже Обстановка Менялась Вот И Он действительно Платов Очень хорошо Себя показал Его корпус В боях Под миром Под кареличами Там В основном С польской Кавалерия Он разбирался Очень хорошо То есть Весь путь К Смоленску Он участвовал В Варьергарде Да В Варьергарде Он составлял Варьергарде Не ежедневные бои же были Не ежедневные Но во всяком случае Для такого Казаки Очень приспособлены Как раз Вот это самое Именно потому что Их ничто не связывает Все при них Как говорится Быстрая передислокация Возможно А потом Характер действий Мы говорили уже О тактике Можно конечно И подробнее Рассказать об этом Но это было Совершенно неожиданно Ко многому Казаки вынуждены Были приспосабливаться В ходе военных действий Вот например Ну в начале Когда они впервые Столкнулись С латниками Так называемыми То есть когда Ну это Киросиры Киросиры Карабинеры Латы То есть Грудная часть Спинная часть Закрыта кирасой Тяжелая кавалерия Рубить не получится Рубить не надо Пика Самое главное Первый удар Наносился пикой Куда? Сюда Пика соскальзывает Потому что здесь Была сделана Петушина и грудь Да Соскальзывает пика Так казаки Приспособились И освоили этот прием В ходе военных действий Ударять В пояс Потому что Кироса Заканчивалась У пояса Иначе Наклониться Кавалерист Не может Для рубки Поэтому она была До пояса И не ниже Значит Если умудриться Пикой ударить Сбоку Или спереди Но Правой или слева От головы Лошади Но именно В живот Тогда Выигрышный вариант Но этому Надо было учиться Уже в ходе Военных действий А уж с легкой Кавалерией Вот под тем же миром Они расправлялись Уже своими Тактическими Приемами Ну и как бы Вековое такое Соревнование С поляками шло Да С поляками С поляками Это было важно С точки зрения Защиты своих традиций Защита Достоинства Войска Потому что Казачество Поляков Не очень Всегда Жаловало Даже тот же Платов Он Варшаву Называл Аршавой Вот И говорил Это бунтовщики Ее придумали Называть Варшавой То есть Вот такое Было Определенное Соперничество И действительно В 12-м году Казачьи полки Оказались На голову выше Польской кавалерии Но не только Польской Там много Можно говорить О особенностях Казачьей тактики Там Та же знаменитая Лава Вот Как она наступала И как она действовала То есть Это не регламентирован Абсолютно Никакими воинскими Уставами Строй Был Вот Потом Тот же Казачий Вентер Когда в засаду При том же мире Заманили Вентер Это что Это для ловли рыбы Садок такой Когда рыба заходит внутрь Пожалуйста А назад выйти не может Узкое горлышко Это известно В рыбовских кругах А они-то Применяли его В переносном смысле Не к рыбе Как говорится К неприятельской Кавалерии В частности Потом лучше Чем казаки Нести сторожевую службу Никто не мог У них Своя система была Особая Вот Плюс ко всему Как правило Особенно Отступление Это вот Завеса казачьих полков Она скрывала В каком направлении Армия идет И неоднократно Там Вот Наполеон оставила В тупик Просто он не знал Куда вы сбежали Они привыкли Что в арьергарде Идут казаки И если казаки Продолжали идти В этом же направлении Армия куда-то сворачивала То Кавалерия Французского Авангарда Шла следом Тем более Казаки Еще всячески Поощряли Разговорами Действиями Что да Армия впереди нас А мы последние Как всегда Действия казаков При отступлении Кутузова Из Москвы Во многом Вбивали с толку Преследовавший Русских Авангард Французской армии Тарутинский Маневр Российской армии Состоялся в сентябре 1812 года Отступив Из Москвы По Рязанской дороге Российская армия Скрытно Повернула На запад И заняла позиции В укрепленном лагере У села Тарутина Калужской губернии Выйдя из-под удара Наполеоновских войск И прикрыв Южные районы страны Маневр Дал возможность Русской армии Подготовиться И перейти В контрнаступление Бравада Атака С посвистом С демитом Казачьим Но тем не менее Потери были серьезные Ну я думаю Что меньше Чем в регулярной армии Но И как вот с ранеными Обходились Ведь это тоже нужно было Забирать поле боя Ведь боестолкновения Были фактически Вот с ходу В полевых условиях Это не Ни фронт Ни тыл Ни окопы Ни бруствер Ничего Ну во первых В легком бою Кавалерийском Там Если От казачьих Казачьи В смысле Потери от казаков Большие были С пикой Свои потери Как правило Да А вот у казаков Все таки потери были меньше Гораздо меньше Чем в регулярных полках Вот даже по сводкам Если смотреть Да вот я это Им на виду Не было отставших У них Единственное у них Потери были Знаете какого характера Не боевого Потому что Каждый военачальник Русский Военачальник Стремился заполучить себе Вестовые Там В любом качестве Несколько казаков Потому что Они были неоценимы Неоценимы С точки зрения Но быта Казак всегда Они могли Они могли устроить Свой быт И соответственно Устроили быт Того При ком они Состояли И все время Казачьи 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 Отдавали Отдавали назад Казачьи Если артиллерия Поэтому Поэтому Самое парадоксальное Заключается в том Что самые большие потери Великая армия В России Понесла От казачьих Казачьих От казачьих Атак Почему Потому что Неожиданно С планка Где-то обойдут Где-то Неожиданно Они не шли в лоб Не атаковали в лоб Как вот допустим Там киросиры Вот они специально Были предназначены Да-да-да Они не атаковали Кары Старались Кары не атаковать Но им Эта задача не ставилась В общем-то И военачальники Русские Не требовали Их главная задача Это Сторожевая служба Это охранная служба Это разведка Незаменимая Вот Это внезапные рейды Нападения Преследования противника Вот с этими задачами Они справлялись Великолепно Это будоражение На коммуникации Да-да-да Чтобы противника В тонусе держали Ну в партизанских отрядах Практически Все партизанские отряды Это казачьи части Всюду были казаки Если говорить о 12-м годе То конечно У Платова В 12-м году Проблемы вышли Были самые главные проблемы Это С высшим генералитетом Ну во-первых С Барклаем-де-Толи Его как бы Непосредственным начальником Правда он уже соединился С ним под Смоленском Ну как раз под Смоленском Там сложилась такая Русская партия Которая выступала Против тактики отступления И считала что Вот Барклай Какой-то там Чухонец их ведет Куда-то непонятно Тут Родину надо защищать А вот Нас Какой-то иноземец Значит Там Заводит Непонятно куда Как Сусанин И конечно Платов поддержал Эту вот русскую партию Во главе которой стоял Багратион Из Багратиона У него правда Тоже были Разного рода Стычки Хотя он с ним В очень хороших отношениях Потом вроде бы Его назначил Барклай Когда он Отступал от Смоленска Командиром Авангарда Очень почетное назначение Но потом отстранили Потому что Слишком часто Но французы Оказывались Близи Близи Армии Отстранили Заменили Коновницыным Причем Барклай Использовал повод Что с ним Хочется встретиться Александр Первый Но Он уехал На несколько дней В Москву Приехал В это время Уже прибыл Кутузов Но с Кутузовым У Матрия Ивановича Тоже были Взаимоотношения Непростые Может еще и с Измаила Нет Нет Они поссорились В 809 году Там Значит Заблизость К главнокомандующему Молдавской армии Генералу Фельдмаршалу Прозоровскому Вторую роль Хотел играть Кутузов После уже Устерлица Против всех дел А Платов его Оттеснил И вот На самом деле Михаил Иванович Тоже Это люди Которые Ничего не забывали Ничего не забывали Это генеральские Взаимоотношения Это в общем-то Всегда В любой армии Вот Александр Александрович Скажет Что генералы Всегда Очень так Ревностно Относились Друг Скорее всего Я думаю Что личные Вперед Вперед А Гвардейская колонна Корпус Уварова Наступал сам Платов Наступал сам Но тем не менее Там 15 тысяч человек Они на себя Оттянули На час Время 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 Что называется Большого редута То есть Батареи Раевского Французов Отложили на час Ну да И гвардию Не пустил Да Многие конечно Мемористы Говорили о том Что Матвей Иванович Там любил заворотник Заложить И якобы В день Бородинского Сражения Как вот Адъютант Кутузова Писал Что Был не в форме Был не в форме Да Когда Что говорит Кутузов заявил Что первый раз вижу Полного генерала Который не может Сесть на лошадь В день генеральной баталии Ну не думаю Что Да да Не думаю Что Матвей Иванович Был главным Алкоголиком Генералом-алкоголиком Русской армии Были люди И познатнее И по Чаще наверное Выпивающей Но факт Многие мемористы Действительно говорят О том что любил Матвей Иванович Чаш Ну плюс Не надо забывать О том что вы сказали О неприязненных отношениях Да безусловно Безусловно Это сыграло большую роль Да он мог сесть Или не сесть По разным причинам А интерпретированным Было Соответственно Да и вот После Бородино Опять же Назначается Платов Главнокомандователя Рергардом И за Быстрое отступление Через день Кутузов его Снимает И назначает Собирает лошадей Для армии Это для полного Генерала Для донского Атамана Все таки Против Во первых Сдачи Москвы На Совете В Филях На самом деле Дело в том что Его присутствие На Совете В Филях Очень проблематично Протокол Участники Совета В Филях Кто оставил Свои воспоминания Раевский Ермолов Например Они не упоминают Платов Среди участников В таком Журнале Военных действий То же самое Платов Не упомянут В числе участников Есть документы Которые якобы Говорят Но то есть Косвенные документы Есть А прямых документов Об участии Платова Нет И есть предположение Что он не был Приглашен Кутузовым Именно в силу Неприязненных отношений Военный совет В Филях В деревне Под Москвой Собрался 13 сентября 1812 года Чтобы обсудить вопрос Давать ли сражение Под Москвой Или оставить Город без боя На Совете Присутствовали Барклайды Толли Бениксен Докторов Ермолов Коновницын Кайсаров Остерман-Толстой Раевский Толь И Уваров Выслушав мнение Участников совета Кутузов принял решение Оставить Москву В журнале Военных действий О военном совете В Филях Было записано Обратясь к членам Кутузов сказал Что с потерянием Москвы Не потеряна еще Россия И что первую обязанностью Поставляет он Сберечь армию Сблизиться к тем войскам Которые идут к ней Для подкрепления И самим Уступлением Москвы Приготовить Неизбежную Гибель Неприятеля Дело в том Что Кутузов Принял решение Как многие говорят Исследователи Еще до того Как собрал Военный совет После того Как он познакомился С той позицией Которую предстояло Занять войскам Если бы они решили Отстаивать Москву То есть Ее не было По существу Такой На которой Действительно Можно было Отстаивать город В том состоянии В котором армия Пришла После Бородина Но если бы Все кончалось Только Так сказать Военным советом В Филях Или этим Арьергардом Арьергардным делом Подможайском О котором Виктор Михайлович Сказал Но ведь это продолжалось И дальше Возьмите вы Битву за Малоярославец Кто был послан Первым В Малоярославец Как наиболее Подвижный Мобильный Все Корпус Платова До этого Он еще Докомплектовал его 25 тысяч Там совсем другая ситуация Там в Тарутино Но это пришли Уже ополченные полки Из Дона Там же ведь Получилось По призыву Платова Конечно Вот в Тарутино Прибыл Английский генерал Вильсон И застал Как Платов писал Брат Вильсон Приехал И застал его В горечи В бедах В печалях Почему? Потому что Донцы Значит Почитали его Как за отца Там и командира А он значит Был отстранен От командования И вот как раз Может быть Вильсон вдохнул У него Такую последнюю надежду Потому что Он встал На одной квартире С Платовым Платов Подарил ему Лошадь Провизию То есть они Наверное Вильсон Напитки Пыл с собой Задружились Снова Импортные Исключено Задружились Задружились Они снова Задружились Они снова Вот И как бы Кутузов Уже сразу подумывал А дело в том Что Вильсон Имел право Писать царю А любой Выход А в принципе Наверняка Кутузов Очислил Что называется Платова Из армии Но тут вот Вильсон мешался А Платов Не имел право Писать напрямую Нет Потому что Начальники штабов Начальники штабов Вот и Вильсон Командующие Начальники штабов И Вильсон Сделал все Чтобы вроде как Помирить их Мало того Платов Платов Показал себя Очень таким Тонким Тактичным человеком В этот момент Произошло следующее Все командиры Донских полков Вдруг в одночасье Заболели Что называется Современная забастовка Инфлюенция Да Инфлюенция И Кутузов Пишет ему письмо В чем дело А тот Говорит Не знаю В чем дело Не подчиняются Они мне Командиры полков И только слухом Знаю Где кто находится Что я могу сделать Команды У меня нет Вот Ну и значит Тогда Вильсон Через Вильсона Ему дали Уже не те части Которые были Под его командами А именно В основном части Которые пришли из Дона 26 донских полков Пришло Это было Очень большое подспорье Качество же полков Не уступало Регулярно А там Они были сформированы Как правило Из молодиков Так называемых То есть Ребят Которым еще Либо те Которые уже старше Или старше То есть там Внуки Пришли внуки Внуки и деды пришли Но это вот сочетание Такое Старости и молодости Дало очень Да да Очень хорошо Было Во всяком случае Показали они себя блестяще Именно в 12-м году А вот под Малорославским Как раз и произошел Этот эпизод Когда казачьи полки Под командованием Алексея Васильевича Иловайского Генерала-майора Переправили Значит Через реку Лужу И когда после Малорославского сражения Сразу же Наполеон поехал На рекоменцировку С небольшим экспортом Утром другого дня Да Утром другого дня Вот И там Вдруг откуда ни возьми Значит Кто-то из Там говорит Сир Казаки Как Как Расположение Гулавной квартиры Вот Но самое главное Переправились Это же зима была Да Нет Это не зима Была Снега еще не было Сотябрь месяц Правда Есть одна картина Нашего советского художника Который написал Ну и рисовал И снег И уже Так сказать Сидит Наполеон В окружении Я собственно На меня перед глазами Я поэтому Снег не выпал еще Да Есть описание климатическое Вот И как бы Когда Ну действительно Там по разным источникам Там даже генерал Раб Был ранен Вот Одним из казаков Наполеон даже обнажил Саблю свою Вот И свита стала Вокруг него Но Дело в том Что они напали на обоз И как бы Занимались обозами Никто не обратил внимания На какую-то странную группу людей Ну Наполеон же Это не Мюрат Это Мюрат бы там В перьях выехал бы Это сразу заметно было А тут Наполеон Он серые треугольки Треуголки Там шинелишки Мюрат пользовался популярностью Да Казаки знали Кто такой Мюрат Потому что он командовал Авангардом французским Вот Тут Мюрата не было Тут Мюрата не было Видимо это Наполеон И спасло Не интересно В большей степени Еще вот это Взаимоотношения Наладились Скажем так Ну по крайней мере Внешне И перед императором Это когда Сам Кутузов Кстати намекнул Платову Что надо бы пожертвовать На храмы божьи А добыча то на самом деле Вот этот огромный обоз Который шел из Москвы Порядка там 15-30 тысяч повозок Он практически весь Прошел через руки казаков А ну так вот А там Вот это серебро А там серебро в основном Церковное Самое разное Они написали Что вот они жертвуют А Кутузов написал Что жертвуют именно казаки Когда писал Митрополитов Петербург Казаки жертвуют Произошло уже в начале В конце 12-го Начале 13-го года Ну это было в 12-м году Все документы идут в 12-м году Да-да-да Вот и это серебро было Вот тогда они как бы Помирились по-моему полностью Полностью да Да-да-да Потому что это сыграло Большую роль Так сказать В поднятии авторитета И Платова прежде всего И казачества Ну как дворянская историограф Писала Благочестивый подвиг казаков Именно подвиг А там дело в том Что в то время К казачьих частях Господствовал такой Принцип Принцип дувана Вот добыча Которая Забиралась у противника Она не Не каждый себе брал А все Складывалось в общую кучу И господствовал Древний закон В пределах полка Да В пределах полка И вообще как бы войска Поскольку Правило Без атамана Дуван не дуванит То есть атаману полагался Определенный пай И видимо часть По Каким образом Никто еще толком не знает Документов нету Никаких Какие документы Это обычное право Регулировалось обычным правом Вот Но и часть Видимо Значительная часть Попала конечно В руки Платова Ну и многим Можно судить Что казачьи командиры Они после войн Вернулись не бедными людьми Ну там И многие захватывали Действительно И французскую казну Вот допустим Будущее там Амвласов А тут просто Платов решил Что нужно Действительно пожертвовать И пожертвовал Но За весь 12-й год Матвей Иванович Платов Не получил Ни одной награды Ни одной В отличие от Многих других генералов Единственное Даже не награда А пожалование Это был Ну как бы Даже не награда Он был возведен В графский титул Российской империи Причем Не стесняясь Всем главнокомандующим Говорил Что вот Он хотел бы Видеть себя графом Почему? Потому что Его Как бы Один из врагов Вот на Дону Был всего один граф Из Донцов Граф Денисов После его смерти Титул унаследовал Генерал-майор И генерал-адъютант Василий Васильевич Орлов Денисов Его внук А вторым И последним Кстати говоря Графом из Донцов Стал Платов И наградили его Не за боевые действия Не за боевые действия В рескрипте Александра Первого Сказано А за Создание Донского ополчения И прибытие Это за За И на самом деле Это было действительно Такое Вот прибытие Прибытие этих 26 полков Причем Если кавалерия Допустим Наполеона В начале кампании Это Ну Огромная масса Четыре корпуса Резервных Кавалерийских Который Бросал Бой Не жалея их И Она подавляла Как бы Русскую армию То Соотношение сил Изменилось К концу кампании Особенно с прибытиями Полков Донского ополчения То есть Ну Как вот говорили Про авиацию Там Господствовало То Вот Все Весь театр военных действий Уже на второй период войны Казачья кавалерия Действительно Господствовала Господствовала И контролировала Всю территорию И именно это В то время как у неприятеля Не было возможности Пополнить Ну откуда же Во-первых Там падеж лошадей Шел у них И Бескормицы И Не подкованные лошади Только один Польский корпус Подковал лошади Зимнее Вот И это все привело к тому Что фактически Наполеон отступал Из России Уже без кавалерия Перейдем вот Теперь уже к заграничной Вот истории И с прибытием в Париж И казаки в Париже Ну это уже как бы Финал нашей программы И знаменитое Вот присуждение ему Окскорского Почетного доктора Может быть даже С этого конца И начнем Это же 14-й год уже был Да Это 14-й год После взятия Парижа Александр I Поехал со свитой И решил взять его Вместе с собой Ну И не прогадал на самом деле В какой-то степени Потому что Известный человек Да-да-да Еще какой В Англии Во всяком случае Он был известен Больше чем кто-либо Из русских генералов Не Кутузов победил Наполеона Не Барклайды то ли Бонни Как англичане говорили Про Наполеона Победил Платов И его действительно И дамы на руках носили Там Выщипывали Волосинки Из его лошади Там Ну как бы Ну Прием был Все это потому Что его знали Знали благодаря Корреспонденциям Вильсона И хорошим Отзывом о нем И считали что он победитель Там много каких-то легендарных вещей Там допустим Мисс Платова И ходила Только в Англии Что значит Платов в 12-м году Обещал Казаку Который возьмет В плен Наполеона Свою дочь С большим приданом Там что-то в фунтах Там Несколько тысяч фунтов Вот Ну правда У Платова в это время Уже не было Незамужних дочерей Ну это не важно Это не важно И все это вот играло На такой вот Его имидж в Англии Просто его там И вывез оттуда Как раз Да Назвали корабль При всем военно-морском Шовинизме Англичан Назвали корабль Граф Платов В общем это о многом Говорит на самом деле Лондон подарил ему саблю Которое сейчас находится В Новочеркасском музее За 200 гений Как сейчас помню Написано было Украшены бриллиантами То есть это Очень хорошо Ну и вот сейчас Собственно Вы упомянули Новочеркасска И конечно На Дону Платов Это Такая легенда Это знамя Это памятник Как раз все донцы Собираются Даже дважды Праздновали Работа Клотта Да Дважды праздновали Юбилей Платова Дело в том что Первые биографы Считали что он родился В 751 году А потом было уже Донскими историками Установлено что Нашли запись В церковной книге О том что Он родился 8 августа 53 года А поскольку там На Дону еще Несколько войск Вот одно войско Праздновало Как Дату рождения Взяло за основу 51 год А второе Взяло за 53 год Поэтому дважды Отпраздновали Был бы человек хороший Да Был бы человек хороший Да И жалко Я считаю что По достоинству Во-первых Действительно Лидер казачий В то время Был Платов По достоинству Потому что Он действительно Удачно командовал Донскими полками Но и с другой стороны Это самый знаменитый Человек И даже по наградам Все высшие ордена Российской империи Георгий второго класса Значит Граф Графский титул Плюс ко всему За Лицское сражение И сражение При Альтельбурге Ему дали Значит Награду Которую дали Тоже Денисову В свое время Это Челлингу Алмазную челлингу На шапку Перо Вот такое Вставлялось В головной убор И вот По воспоминаниям Что Если шапку Поставить на стол Она падала Настолько Перо было тяжелое Бриллианты Так все-таки Матвей Иванович Что главное Вы бы сказали Об этом человеке С точки зрения Великой русской Истории Вот военной Истории В первую очередь Его дела Которые сохранились Во-первых В уважении Дона Казачества В уважении К его памяти Ведь у нас Возьмите Нынешний Казачий хор Платова У нас очень много Сегодня названо Именем Платова Это говорит о чем Что память Его сохраняется И никто не собирается Подвергать Именно народное Сомнению Я уже не говорю Там о том В всем Что было построено Платовым Возьмите Перенесение столицы Новочеркасск Да В 85-м году Да Это же тоже Огромное деяние Для казачьего войска Именем Платова Назывались И воинские формирования Казачьи И не только казачьи Так что вы понимаете Памятники всевозможные Которые все время Напоминают о Платове Все время Если говорить о народной памяти Взять исторические песни Которые дошли до нашего времени Практически в каждой Платов упоминается Слава Слава Там От своих чистых сердец Совем Платову венец Там Слава Платову герою Там Платов молодец То есть в любой песне Там несколько Каких-то Моментов И сюжетов Обыгрывается Но То что в народной песне Имя Платова Сохраняется Я считаю Что это самое главное Свидетельство о том Что в народной памяти Он остался И будет оставаться Во всех видах искусства А портретная галерея Какая Платова Многие генералы Могли бы позавидовать Даже равные ему По чину Наибольше Сохранившихся Исторических анекдотов Именно о Платове Того времени Там Рисующий такой вот образ Выходца из народа Такого близкого По духу Вот именно Из народа вышел Вроде из простых казаков А достиг С точки зрения Его можно сравнивать С феноменом Василия Чапаева Наверное Вот в наше время В чистом поле Страх и в горе Каждый день И каждый счасть День мы мог Немнадцать Дружи Целую ночь Нику не спи Самый холодный Конь Холодный Немнде В лаву Склоним На этой такой Патриотической ноте Мы нашу программу Заканчиваем Я благодарю Гостей За Столь Как всегда Интересную беседу И разговор О герои Отечественной войны Двенадцатого года Ватве Ивановича Платове Ну а с вами Уважаемые телезрители Мы Обращаемся Но увидимся через неделю Чтобы продолжить Наши экскурсы В историю В поисках истины Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин